Приветствую, дорогие! Ну а вчера я сделал подробный анализ того, что лично я увидел в опубликованных видеоматериалах будущей пятой серии. Сегодня же уже по традиции, дорогие заспойлер-дедфаны опубликовали новые спойлеры к пятой серии. И они вполне себе настраивают на всякие интересности, которых можно ждать. С другой стороны, кажется, в серии будут неоднозначные вещи, которые пока трудно понять, но есть надежда, что продюсеры как-то смогут обосновать свои решения. Однако, можно сказать точно, невероятного экшена в кавычках и стрельбы по болванчикам-спасителям здесь точно не будет, чему я, признаться честно, крайне рад. Драмы в сериале раньше всегда умели показывать со вкусом, и серия потенциально должна показать очень интересные объяснения некоторых, казалось бы, непримиримых сторон. И да, я имею в виду, прежде всего, тот самый потенциально очень крутой разговор Нигана и Габриэля в окруженном сарайчике. Согласно спойлерщикам, у обоих из них самый большой страх – погибнуть без какой-либо цели. Двое фактически не знают, смогут ли выбраться из этой задницы, поэтому отец признается, что фактически убил всю свою паству, а Ниган же в свою очередь рассказывает ему историю про свою первую единственную настоящую любовь – Люсиль. Подробно про историю, которую вы можете узнать, посмотрев вот этот ролик. Ссылка будет в описании. Потенциально это должна быть очень крутая сцена, потому что Нигана мы увидим, кажется, с нормальной человеческой стороны, и скорее всего, отсюда станет ясно, что все его злодейство в большей степени напускное. Я думаю, продюсеры вполне могут взять в этой сцене очень многое из монолога Нигана 164-го выпуска. Вот только все равно. Это не будет слово в слово, потому что Ниган тогда – это Ниган после двух лет тюрьмы, и там она уже уважает Рика. Сейчас же ситуация несколько иная, и гонор Нигана здесь все еще пылает. Дальше, согласно спойлерщикам, происходит очень интересная знаковая сцена из прошлого, и кажется, создатели снова решают повторить старый трюк, который проделывал еще Дорабонт в далеком 2010-м. Как вы думаете, наша парочка друзей таки выйдет из кабинки целостности сквозь толпу мертвичины? Правильно, они используют старый проверенный трюк под неофициальным названием «кишки». Вероятно, все же одного гниляка они прикончат и затащат внутрь, чтобы воспользоваться его внутренностями, и после этого вдвоем развеселым шагом проследуют святилище. Правда, внутри Ниган забудет о своем недавнем компаньоне и запрет батюшку все в той же коморке, где и Дерила. Также создатели попытаются создать у нас ощущение, что Габи укушен, и потому он будет выглядеть херово. Однако, скорее всего, это будет уловкой, потому как Габи сейчас все еще снимается в 15-м эпизоде. Вероятнее всего, он притворится больным, чтобы сговориться с доктором Карсоном, и потом сотворить диверсию, как это было в комиксе с Юджином. Возможно, кстати, Юджин таки присоединится к этой компании. Другой кейс эпизода будет сосредоточен на конфликте уже внутри святилища, потому как оказывается, рабочие святилища не просто рабы, а они могут бунтовать из-за того, что их обстреляли. Они сокращают производство, показывая, что с пролетариатом так поступать нельзя, товарищи, и идут наверх к правящей верхушке, и кажется, этот момент мы могли тоже видеть уже в промо. Там начинается заваруха, и все заканчивается тем, что та самая Регина пристреливает одного рабочего. Что касается же той самой верхушки, то, как нам ее сказал Ниган Фрома, они сами без хозяина не могут сделать ровным счетом ничего, и просто спорят, кто же здесь крыса. Они явно подозревают Юджина, и мне абсолютно пока не ясно, как Юджин мог оказаться крысой, если он на территорию это святилище сам боится оставить. Кстати, вот почему-то Юджину Ниган, кажется, доверяет больше всего, и потом уже заставляют придумать план, как им всем разобраться с мертвецами, пока у них не кончились припасы. И вот здесь почему-то спойлерщики называют Юджина кротом, хотя мне пока сложно представить, что это может означать. Возможно, Юджин действительно по рации посылал какие-то послания Рику, но это очень маловероятно. Кстати, Дуайт также не просто сидит на заднице, он творит всякого рода диверсии внутри. Например, спойлерщики узнали, что Юджин найдет рюкзак с оружием, вероятно, внизу у рабочих. Юджин догадывается, что это дело рук Дуайте, так как на нем оставлены пятна красной краски, которые он закрашивает в свои фигурки. Скорее всего, Юджин закроет и на это глаза. Что касается другого кейса этой истории, то, как это было уже показано в Фрома, он будет заключен в Нарике и Дэриле, которые все так же решают, что же делать с найденным оружием и что делать с гуманностью. Как мы видели в Фрома, они будут вытаскивать из машины боеприпасы, но Дэрил возьми и заикнись, что он хочет, чтобы этой взрывчаткой они подорвали нахрен все святилище. Рик же снова, видимо, пребывая в состоянии потрясения, не может это позволить своему другу, потому что в святилище просто куча бездвинных статистов рабочих, которых нужно будет потом убить, а не сейчас, так как это не гуманно. Дэрил же категорически против и мне нравится это его поведение. Мне нравится, что теперь про Дэрила нельзя будет сказать сучка Рика и мне очень хочется, чтобы он объединился с Морганом, который тоже покинул эту войну и расхерачивали потом они вдвоем в одиночку всю эту честную кампанию. Дэрил берет сумку за взрывчаткой и собираются уходить, но Рик выхватывает сумку и бросает ее почему-то обратно в машину. Они в конечном итоге начинают бить друг другу морды, но вдруг оказывается, что видимо, у того самого джипа Рика после обстрела из пулемета случилась течь. В итоге наш честной дуэт чуть не оказывается вдвоем на том свете, но Дэрил успевает вовремя вытащить Рикардо за шкирку из машины. В результате, по иронии судьбы, припасы не достались никому, что, наверное, и справедливо за столь халтурную погоню в прошлой серии. После этого наши бравые молодцы расходятся в разные стороны. Надеюсь, что Дэрил по пути встретит Моргана. Уж очень бы сочный новый дуэт получился. Рик же по данным спойлерщикам почему-то в одиночку почепал к бомжам на свалку и вот здесь у меня кое-что не сходится. Я помню, что в некоторых интервью Полиана Макинтош намекала, что ее персонаж в этом сезоне может очень резко сменить ориентацию. То есть, если понимать это буквально, не решит ли Рик снова пойти в одиночку к мусорщикам, чтобы за каким-то чертом снова попытаться заключить с ними новую сделку? Просто я не могу себе представить, чтобы Рик настолько тронулся, чтобы пойти в одиночку, а-ля Саша в седьмом сезоне, рэмбить на свалку, а потом оказаться в том самом ржавом контейнере в одних трусах, чтобы обслуживать Джадис по необходимости. Так или иначе, но моя интуиция мне говорит, что Рик выберет точно именно одну из этих двух причин, чтобы просто прийти в пасть к своему врагу, и я думаю, что меня уже через неделю, скорее всего, будет очень бомбить от этой новой несуразицы. Гимпл, пожалуйста, сделай разумное обоснование, ну хоть здесь, пожалуйста. В итоге, мне кажется, серия действительно должна случиться очень неплохой. Здесь будет интересный диалог и новая грань большого злодея. Также мы увидим аллюзию на конфликт капиталистов и пролетариата и кое-кто окажется все же крысой. Я люблю такие серии с двойным дном, а вы? Ну а это на данный момент все. Спасибо, что смотрели, подписывайтесь на канал, обязательно делитесь роликом с друзьями, ставьте нравку, вступайте в мою группу вконтактике и жмите в колокол. Всех благ, дорогие мои, да пребудет с вами сила. Великого Нигана. Всех благ.